Жирный Голубь советует, если не подписан, то подпишитесь. Короче, на улице сегодня такая страшная метель, да? Вернее, даже не метель, а порывы ветра, короче, 20 метров в секунду и больше, да? Короче, иногда время от времени так задувает, что даже окна трещат и снег залетает в квартиру, да, практически, через щели в окнах. Несмотря на то, что эти окна такие новые, да? Вот, короче, а у нас сегодня дегустация, в общем-то. Вот, Беловежская, Ледяная, вот. Мало того, водка Беловежская, так ещё вот тут какая-то зелёная Беловежская в пуще, да? Зелёная ёлка, всё зелёное, да? И жуткая погода на улице нас не волнует, тащим-то. И жуткий ветер на улице, на этой. Прежде чем чего-то лакать, давайте посмотрим на маркетинг поподробнее. Возьмём маркетинг двумя руками и посмотрим на него. Беловежская, Ледяная, натуральная от природы. Это, конечно, пиздёж, да, потому что это водка, чё-то натурального-то. Премиум, премиум. Она, кстати, белорусская премиум, видите, 200 миллилитров. Разберём, короче, по пунктам. Вот, спирт-люкс это стандарт, мягкая вода это стандарт, обратный осмос это волнует, конечно. Каканут хорл, я не понимаю. Обратный осмос это используется на пивных заводах, да? Я объясняю, в чём дело. Из нулёвого пива отфильтровывается спирт, да, полностью. И этот спирт берётся и перегоняется в крепкие сорта пива, и получается из обычного сорта, из одного сорта, то есть сваренного пива, получается вся линейка, да? Нулёвка, вот как Балтика, нулёвка. Тройка и девятка, да, получается. Всё обратным осмосом только. Варится одно пиво, из него получается три. Вот, из-за обратного осмоса. Так что я не знаю, как точно это работает, но говорят, мне говорили, что так, где-то я видел там видео, или ещё что-то. Вот, видите, зубры какие-то стоят на этикетке. Этикетка привлекательная, несмотря на то, что это недорого, да? Вот, как бы состав мы не будем глядеть пока, потому что мы посмотрим сюда. Несмотря на то, что она типа белорусская, акциз российский, да? Я, конечно, понимаю, что он для России сделан, возможно, но это странно. Потому что все акцизы из Москвы, на чём угодно, московские акцизы, вот это меня прям бесит, да? Это я не понимаю, я чувствую, что-то тут не так. Но не понимаю, что, да? Потому что даже скоро на, не знаю, какой на китайской продукции будут акцизы, да? Или какие-нибудь марки московские, да? И меня это будет волновать, это очень странная фигня. Я такое не понимаю. Итак, господа, время гдеть состав. Я вот так покручу. Кому надо, ставьте на паузу. Вот, вот так лучше видно. Ставьте на паузу, смотрите. Вот, ну короче, люкс, да? Спирт люкс, сахар, уже плохо, да? Регулятор кислоты, гидрокарбонат натрия, лимонная кислота. СТБ, стандарт СТБ, 978, 2003 года. Вот. То есть потенциально она белорусская, но она посертифицирована этой, да, фигнёй. Евразийским союзом, и, соответственно, в Россию поэтому вводится. Но с московской маркой это странно, да? То есть они уже настолько зажадные, да, что они собирают акциз в чужих предприятиях, это странно, да? То есть ты производишь в какой-то другой стране, а с тебя другая страна собирает акциз за производство. Это бред. Это бред собачий. Или это российское где-то, да? Подольское задевают. Или это фигня какая-то, короче, да? В общем, не будем тянуть кота. Пошли, короче, налёвывать. Берём, открываем. Открываем, наливаем. Немного, много не надо. Вот. Стаканело. Стаканело бесячий жутко. Меня он убешивает. Вот. Я её, короче, туда поставлю. Вот, чтобы не забывали, что мы именно пьём, да? Вот. Она, конечно же, прозрачная, да? Вообще. Потому что это была бы не водка, если бы она не была прозрачной. Давайте занюхнём. По результатам занюхивания очень странные, короче, результаты. В этот раз она не пахнет медицинским спиртом. Она пахнет просто спиртом. Это уже хорошо. Потому что обычно такие... Я напоминаю, это 115 рублей. Они пахнут медицинским спиртом и не вкусные нифига. Вот. То есть она недорогая, считай. Считай, недорогая. Одна из самых недорогих, но при этом медицинским спиртом не пахнет. И это уже очень отлично и хорошо. Давайте, короче, лакнём. Лакнём. Очень странно, конечно, но она не имеет вкуса. В том числе медицинского спирта не имеет вкуса, да? Она полностью нейтральная, какая должна быть. Так что давайте ещё лакнём. На всякий случай, вдруг мы не поняли. Да, так и есть. Она не имеет вкуса. И, соответственно, ей лайчонок. Гигантский лайчонок. Не знаю, лайчонок я говорю, что-то как Гарик, да? Привык уже. Ну, в общем, короче. По нашей классификации, точно. По цене это явная пятёрка. Запаха нет. Запаха нет медицинского спирта. Вкус нейтральный. Это уже великолепно. Это редкость. Это лучше какого-нибудь воздуха. И лучше всего от того, что мы нюхали, да, пока. На данный момент. Хочу вот этой беловежской пущи. Пущи, блин. Вот эта пуща. Вот эта беловежская пуща. Вот она. Вот она, беловежская пуща. Зелёная. Вот эта беловежская единая. Беловежская единая. Короче, оценка такая. 7 из 5. Потому что все оценки сбились, да? Мы какой-то посредственной хрени ставили пятёрку. Шестёрки у нас пока не было. 7 из 5. Это лучшее, что было. Вот. 7 баллов из 5 я вот так оцениваю. Тоже, как Лугвинов. Сломал всю систему оценок уже. Ну, потому что я тоже туповат, да? Я, конечно, не такой жирный, как Лугвинов, но всё равно туповатый. Поэтому систему оценок я запорол. То есть, соответственно, если будет лучше неё, будет оценка 8. Вот. Но навряд ли, потому что выбора вообще нет. То есть в местных магазинах, вот таких баклажках, на выбор только, не знаю, вариантов 5. Вариантов 5 и коньяка, вариантов 10. Вот. Так что... Так что вот так. Ничего не поделать. Такий вот выбор, да. Выбора практически нет. То есть выбор получается у нас в магазинах, в пятёрочках, магнитах. В атаках выбор получается без выбора. Ну, а пока, хоть дегустация завершилась, я хочу вам показать, как это задувает метель. Если я смогу её заснять, да? Потому что придётся ждать достаточно долго, да, пока она задует. То есть она задувает всего-то, да я не знаю даже, раз в какое-то время. Не шибко часто, но задувает, да? Вот, сейчас посмотрите, короче. Сейчас я как-нибудь вот так сделаю. Даже вам поинтереснее, чтобы было. Конечно, Full HD это, Full HD HD. Вот, видите, что творится. Но это слабое, сейчас посильнее будет, что посильнее покажу. Когда ждёшь, что оно задует, фиг оно задувает, блин. Всегда такое. Хочешь это заснять, что происходит, достаточно редко. Оно специально будет целый час не происходить. Будет ждать, ждать, жоп чесать. Будет целый час ждать. Вот всегда, вот с видеоблогингом и с любым ожиданием, вот всегда-то. Вот, пришёл на станцию кличкой, час нет. Хотя до этого 20 минут ходили, каждые 20 минут. Вот всегда такое вот это. Закон подлости, конечно, но... Сейчас не получше, сейчас закон подлости, конечно, отменён, да? Я его отменил саму в своей жизни, но... Раньше, когда я верил в закон подлости, он так и срабатывал. Вот, но сейчас подождём, короче. Природа, она такая. Природа надо подождать. Короче, я понял, в чём прикол. Надо притвориться, что не ждёшь, и уйти от камеры. Тогда оно обязательно задует. Ладно, я ухожу. Пока я хотел показать вам, как задувает, погода совсем успокоилась. Но так с чем-то оно и к лучшему. Тушите, господа, свет. Сейчас я попробую. Всё. 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 Продолжение следует...